Студия 89,9. Концертный зал. Друзья мои, концертный зал в прямом эфире. Майк Войс здесь, вы знаете ли, обычно с шести, но нет, сегодня исключение. Из правил сегодня я буду надоедать вам с пяти часов вечера, но чтоб совсем не надоесть, ни один здесь, естественно, я присутствую. Здесь у нас Серёжа Драгни передо мной сидит. Серёж, пока ты ещё со всеми не поздоровался, я еду, думаю, ну будет Сергей, будет один. Захожу здесь, шестеро мужиков. Двое вышли, четверо остались. Представь всех остальных, кто эти люди рядом с тобой. Без проблем. Давай. Это Паша, мой барабанщик. Привет, Паша. Здравствуйте. Концертный зал не так зрелищный. Это Паша, мой гитарист. Ты специальных подбирал тогда, чтобы особенно не заморачиваться с именами, просто все павлы. Ну я просто мечтаю идти к цели, и чтобы загадывать желания каждый день, нахожусь между ними всегда. Так. Чтобы всё сбывалось. Это, к сожалению, Ваня. К сожалению, Вань, извини, к сожалению, ты Ваня. Ваня с гитарой, я так понимаю, что он не играет на бубне, он гитарист. Да, он играет на бас-гитаре, но он и без бас-гитары неплохой музыкант. И в целом мы группа Драгни. Огонь. Ребят, мы рады, что вы здесь, с Пачином. Я надеюсь, не последний раз у нас. Кто те люди, которые остались в предбаннике? Вот эти четверо мордоворотов здоровых. Не будем их упоминать. Серёж, скажи, пожалуйста, когда-то, а я всё-таки готовлюсь к интервью, когда-то ты выступал один. Как тебе пришла идея взять на борт, а может быть, они тебя взяли, всех остальных людей, всех Паш и Ваню в том числе? История достаточно простая. Я был просто парнем с гитарой, который катался здесь, там, на разные фестивали, конкурсы, просто выступления какие-то у меня были. Я писал песни изначально под гитару, и как писал, так и выступал. Потом набрёл на ребят, которые наименовала себя кавер-группой Карп. Кавер-группа Карп, так. Так, и они играли в Тамбове. Мы давным-давно познакомились на одном форуме. Подожди, подожди, подожди. Они в Тамбове, как ты в Тамбове оказался? Да, мы познакомились на форуме в Селигере. Был такой форум когда-то. Помню, помню. Так, и что же? Там мы познакомились и как-то больше не общались. Затем я вышел на одного из этих мордоворотов, которые стоят в коридоре. И он говорит, давай попробуем сыграть вместе. Я собрал монатки, поехал в Тамбов, мы поиграли. А потом я переехал туда на целый год. Мы репетировали и что-то делали. Ты жил год в Тамбове? Да, пришлось. Слушай, у тебя было крещение России, так сказать, да? Там разные крещения были. Было все очень по-разному. Но нет, в целом я очень люблю этот город. И там замечательно. И вот прикольных пацанов там нашел. Слушайте, ну вы-то самое главное, Сережа, и довольны. Нормально, комфортно работается. Да. Все промолчали, посмотрели куда-то в сторону, как на уроке геометрии обычно, когда учитель со всех спрашивает. Сереж, ладно, продолжим тогда с тобой. Я буду иногда с темы на тему перескакивать, потому что у тебя действительно интересная биография. Во-первых, ты в шапке. Не сказать, что у тебя болит голова, ты всегда в ней, правильно? То есть с чем это связано и почему она не красная? Потому что все уже привыкли, что цвет твоей шапки должен быть обязательно красный. Да, была такая история. А теперь? Ну, если говорить несерьезно, то мама меня перепугала в детстве, что я заболею менингитом, там, ха-ха и все прочее. Но на самом деле я не знаю. Я в детстве был достаточно ушастым молодым человеком. Сереж, да что там был? Давай уж будем, да, откровенно смотреть. Нет, это сейчас еще, ладно, только нос заставляет внимание переключаться. Так, так. А так, типа, я не знаю, я все время таскал эти шапки, вот так их натягивал пониже, чтобы мои уши не торчали. Так, кепки, шапки, там, и остальные. Слушай, это интересно. Это вот, знаешь, у всех людей, которые так или иначе какого-то успеха добиваются в жизни, да, вот в медийном пространстве. Недавно Илюша Соболев рассказывал то же самое, что у него были прыщи, он все время морщил лоб, понимаешь? Чтобы просто не было в складках видно. У тебя другая тема, у тебя уши и шапка. Но почему цвет ты все-таки изменил? Когда-то же Светлаков тебе на одном несуществующем канале, ребят, кстати, да, этого канала здесь нет, сказал, что если ты будешь в этой шапке, тебе успех обеспечен. Ну, ты подвел Светлакова. Шутка пролетела, я был на этом несуществующем канале, на одном несуществующем шоу в первом сезоне. Нет, нет, смотри, вот самое интересное, шоу есть, шоу замечательно, оно не умоляет твоих заслуг. Канала такого просто нет. Так, окей. Был на одном шоу, был в первом сезоне в красной шапке, и я просто в ней вышел, но я в ней ходил. Иногда я был в красной, иногда в синей. Шутка проскочила, она прилипла, и все. А, это тот чувак с красной шапкой. А я потом пошел на второй сезон и специально надел черную. Как закончилось, скажи? Именно второй? Да. Или это история с шапкой? История со второй шапкой подвела тебя черная шапка? Нет, там подвела не шапка, там была немножко другая история, подпольная, так сказать, не относящаяся к музыке. Да, такое мы любим, скажи, что все куплено? Там ничего, ну, по крайней мере, что знаю я, ни черта не куплено, потому что там замечательные люди работают. Не хочу сейчас заниматься, ой, вы все такие хорошие, но там действительно круто, там было хорошо, там было достаточно адекватно, мы все, каждый занимался своим делом, и действительно люди с простыми песнями, с простых городов приезжали и что-то получали. А история вот эта вот неинтересная, наверное, которая как раз-таки станет интересной, это история с продюсерским контрактом. Я не очень люблю там вдаваться в подробности этой истории, но меня подвела история, ну, это уже стало известно благодаря этой передаче, что у меня была подписана кое-какая бумага до этой передачи, и я втихаря пошел туда, на эту передачу, а потом эта история всплыла. И тебе сказали, либо бумагу рви, либо? Либо рви бумагу, либо... А у тебя есть такой инструмент, как калькулятор, ты быстро посчитал и понял, что бумагу лучше сохранить. Да нет, на самом деле этот бумаг давным-давно уже пытался разорвать, еще с того момента, как первый сезон закончился. Так. Просто я не мог это сделать, и как-то вот до сих пор мы еле-еле раскачиваемся и отходим от этой истории. Но ты закрыл ее, самое главное. Но я не могу сказать сейчас, что печать поставленная, я как птичка свободен, но это уже никак, мы не прикасаемся, не относимся друг к другу, и мы спокойно делаем многие дела, а у них нет ничего предъявить к нам. Все. Главная история, вот о чем я хотел сказать, это то, что вот эти вот бумаги, особенно сейчас, в нашем веке, я не считаю, что они нужны. Если нас смотрят какие-то молодые люди, которые там что-то там поют, играют и думают, как пробиться, куда пробиваться, что делать. Никаких продюсеров, никакие... Студия есть, можно записываться самостоятельно. YouTube есть, все, поэтому, L1, если ты нас видишь, больше ничего не подписывай никогда, брат, ты уже... Мне кажется, справишься. Сереж, давай тогда перейти от такого, знаешь, стрессового момента к чему-то хорошему, песней. Ты же пришел не с пустыми руками. Что будет? Будет старые песенки, одна из нового альбома, который предстоит у нас вот. Вот он выйдет. Ну, друзья, ну давайте поиграем. Без проблем. Порадуйте старика, послушаю вас, давайте-ка. Давайте начнем с супермаркетами. Давайте. Сразу. Это вот одна из новых песен на новом альбоме. Как будто бы люди знали старые. Поехали. Не нужны мне тормоза, я уже лет пять как завязал. Мне хватило дряни за глаза, я сам себя наказал. Это многоградусное оказание хочет, чтобы я вам рассказал, что такая жизнь. Такая жизнь, тут обранность не доведет. Тут либо синька меня, либо я ее. Тут либо синька тебя, либо ты ее. Тут либо синька всех нас, либо мы ее. Трещит по швам моя завязка стеклом звеня. И в этом случае похоже, что она меня. Я беру координаты, толкоты и широты, зажжу космический корабль на карты. Ведь на обратной стороне лунный круглосуточный супермаркет с алкоголем. Я ненадолго, туда и обратно, на обратной стороне лунный круглосуточный супермаркет с алкоголем. Я ненадолго, я ненадолго. Эй, не переключай телеканал, я еще не все вам рассказал. Это прямое включение, позади меня бутылочный квартал. Я открываю туда временной портал. Вечные приключения, смертельная битва, комбат-мортал. Это вам не горе до краев, полный бокал. Это как Empire State, но только Урал. Ракеты запущены, держи, покрепкий штурвал. Не сойди с ума от этой красоты, набирая обороты по шкале высоты. Я беру координаты, толкоты и широты, зажжу космический корабль на карты. Ведь на обратной стороне лунный круглосуточный супермаркет с алкоголем. Я ненадолго, туда и обратно. На обратной стороне лунный круглосуточный супермаркет с алкоголем. Я ненадолго, я ненадолго У тебя в глазу маленький сучок Горы по колено, море по плечу Море по плечу, горы по колено У меня в глазу сучок, у тебя полено Речиаппарат функционирует непнятно Даже дураку стало бы понятно У тебя во рту бабулка мятный Перебивает запах неприятный Ведь на обратной стороне луны Круглосуточный супермаркет С алкоголем, варапапо Я ненадолго, туда и обратно На обратной стороне луны Круглосуточный супермаркет С алкоголем, варапапо Я ненадолго, я ненадолго Парни, давайте так, мне понравилось Как будто вам интересно, понравилось мне или нет Ну ладно, мне понравилось, честно, было классно Но я, знаете, не из тех людей, которые будут сейчас раздавать комплименты Вот просто из мешка комплиментов высыпать Но не из тех людей, которые, знаете, критикуют все Но у меня, так сказать, остались вопросы Начнем Первый По поводу гитары А парни, вы слышали это Ширана? Вот и я слышал Это такой был Да, это был правильный ответ Слушайте, но вы согласны, что какие-то вещи вы позаимствовали у него, так или иначе? Или это всего лишь совпадение? Совпадение Вопрос к Павлу Такой вопрос и такой ответ, что эта песня в акустическом варианте звучит вот так А вот на самом деле, так как она будет звучать на альбоме, она звучит, можно сказать, достаточно сильно по-другому И можно уже так не сказать Паш, это, кстати, абсолютно не в претензии Ты думаешь, я готовлюсь к интервью, да я 10 выпусков поздно рассмотрю И потом половину американских шоу, понимаешь, лейт-найт шоу И смотрю, как люди работают Поэтому, если это сознательный выбор, да и качественно же получается, качественно Это не было Да, это не выбор, но с кем только не сравнивают, вечно Голос с бумбоксом, это вот одно из АМС Тут Эд Ширан, тут Вась Петров, тут... Вась Петров реально проскочил? Тут Иван Павил Ну ладно, слушайте, а то вы сейчас подучите, что я критиковать сюда пришел Давай так, Паш второй, да? Паш второй, да Павел первый, Павел второй, мы сейчас будем по царской иерархии здесь разбираться Ну вроде бы не очень Ну там чуть наоборот, там Павел первый, Павел второй Ладно, извините, что я не знаю, вы ашкригали Ну, худи, любовь это вообще огонь Ты потом за эфиром мне скажи, где достать такую, ладно? Ну уже нигде Снимешь потом, ладно Ничего, что у меня другой разверт Сочтемся По поводу барабана, понимаешь, тебя объявили как барабанщика Я надеялся увидеть здесь ударную установку У тебя такая штука, как это называется правильно? Это называется шейкер Шейкер? Все просто, да Как у бармена, только у тебя такое штука с песком Да А так вообще обычно ты с барабаном, да? Конечно Просто сегодня налегке Я многостаночник, я еще и перкуссионист Приходите просто к нам на концерт, и вы все увидите Вот! Скажи сразу, мы это еще не раз повторим Куда, когда и где? Наш концерт состоится 12 октября в клубе Москва-Холл Так Билеты еще пока остались, но там неплохо уже все выкуплено И там прям живой звук, и гитара непохожная, дыширная И шейкер, не шейкер, а нормальные барабаны И там полноценная программа 12 октября, Москва-Холл И очень интересные гости Да Кто, например? Иван Повидлов, например Иван Повидлов придет? Сам! Иван Повидлов! Ну, друзья, все решено абсолютно Понятно, где надо быть 12 октября Но, Сереж, Сереж, кроме шуток Ведь у тебя в Инстаграме, я сегодня заходил Там есть специальная сториз для таких, как я Что если вы вдруг не в Москве, рейсы отменены Не знаю, метель метет, переметает все дороги То, может быть, и в их город ты тоже приедешь Там же есть список городов Там у нас около 20 городов И в Петербург мы приезжаем, и до Екатеринбурга мы доезжаем Мы вот так катаемся То есть есть сайт Драгнитур Дальше уже так себе, да? Дальше уже ты не суешься, да, в принципе? Я там родился просто Я, наверное, смотрел Суемся, но пока по возможностям То есть есть сайт, называется Драгнитур.ру И там все города высвечиваются Какие билеты сразу появляются Там простая страничка Так что если есть желание Если что-то кому-то понравится Welcome И вас тоже зовем обязательно Спасибо, Сереж Заканчивая с какими-то моими вещами Типа критики, как вы думаете? На самом деле это не критика Мне просто интересно Ты перечислил вот всех-всех-всех На бумбокс Бумбокс мне сразу пришел в голову Я чуть постарше 88-го года Ты знаешь, бумбокс был в моей Вот этой вот молодости В самой категории Да-да-да, слушай А еще мне вспомнилась пятница Сразу пятница Да-да Тоже достаточно частое сравнение Но мне кажется, что даже если бумбокса не было Но я бы не смог петь по-другому Я не умею петь по-другому Типа Ну у нас сходится тембр Что теперь мне делать? Как будто бы я пою по-другому Но я стараюсь вот так вот делать специально Я как пою, типа так пою Как поешь, так и поешь То есть я не такой человек, который такой Зачем вы меня с кем-то сравниваете? Что вы делаете? Что вы творите? Я нет, я сам, я супер особенный Ничего не существует такого, чтобы ты взял и придумал сам Сверхгениальное Такая жизнь Все уже придумано Услышал тут, услышал там, сделал иначе Какая? Хочется процитировать О, ничего себе голос из колодца У Павла Мне нравится Можно так оставить, пожалуйста? Да, оставьте, пожалуйста Мы Павла погрузили Ну что же Хочется процитировать Зенефиру Я нарочно просто совпал Поэтому Красавец, далеко пойдешь Далеко, почаще ты говори Далеко, далеко пойдешь Ей тоже нужны профессионалы-многостановщики Слушай, Сереж Вот еще какой вопрос У тебя был период, когда ты выступал с другой группой И я так понимаю, что отношения с ними закончились не так, чтобы хорошо Ну у тебя вообще армия не закончилась потом Я вот, кстати, не понял, совпало ли это окончание отношений Либо это уже начало другой истории Но после того опыта Так ли быстро ты решился на то, что да, тебе нужны ребята, которые будут с тобой работать Либо была мысль в голове Ну, может быть, одному Может быть, с какими-то перкуссионистами Какими-то сессионными музыкантами и так далее Ну, отвечу достаточно кратко Я не супермузыкальный человек Я не представлял, что возможно вообще собрать группу Я всегда себя представлял с гитарой И вот этот вот мой доармейский, продюсерский Опять же продюсерский Меня тянет в эти истории постоянно Эта история, она закончилась достаточно позитивно Но уже после того, как все это произошло Мне пришлось уйти в армию из-за того, что там у нас были непонятки Подожди, подожди И давай не заигрывать этот момент Ты реально ушел в армейку Из-за того, что у тебя были какие-то там вопросы Да, мы все передрались, поругались прямо на этой студии У меня были обязанности какие-то У них были обязанности Я с чем-то был не согласен Но ребята там были достаточно серьезные Я прям вышел со студии, в чем был У меня был паспорт с собой Я сел в поезд, уехал к себе в Константинский автомной округ И через пять дней меня уже забрали в армию Подожди, я знаю Извини, пожалуйста, опять вернемся к моей старости Я знаю просто у ребят там моего поколения старше У них обычно другой выбор был У них не был выбор там студия, ребята в группе и армия Они лишь бы в тюрьму не сесть в армию ходили А у тебя, скажи, что ты такого там натворил Что реально надо было в армейку сходить Еще полтора, кстати, год был или один? Нет, год, год Уже один Это я в 23 года пошел Мне 26 сейчас То есть это было 3 года назад Я 3 года назад вернулся Так, так Так скажи, что за вопрос-то? Просто серьезный вопрос Там можно задевать много всего Но там просто у ребят есть свои понимания Ну давай так назовем У них есть свое понимание, мы в чем-то не сошлись И на эмоциях могло произойти много всякой ерунды И я решил просто испариться Но потом, ты говоришь, все замяли Ты вернулся Мы прекрасно общаемся Мы сейчас помогаем друг другу, чем только можем Я на студию к ним езжу Какие-то аранжировки им помогаю делать Он какими-то связями, выходами помогает Мы общаемся абсолютно Ну на присягу хоть приехали Нет Вот тебе и отношения Я бы побледнел на этой присяге Прям там Давай тогда так Давай передадим этим парням привет песней Без проблем Какая для них есть? Это прекрасный Сережа Глазунов Которого я люблю Он, я считаю, один из моих самых хороших друзей Привет в Петербург, если они нас слышат Сережа Глазунов, который точно нас слышит По 102.0 в Санкт-Петербурге Либо по 742-й кнопке в Трикалории Для тебя сейчас будет песня Как песня будет? Давай я тебе объявлю Сейчас мы придумаем, какую песню Давай А, давайте споем песню «Не валяй дурака» Давай, я как у Джеймса Брауна был свой концертмейкер Вот то же самое здесь Перед вами Сергей с песней «Не валяй дурака» Внимание, сюда, на экран Не валяй дурака, жизнь это река И она так глубока Глубже кабана, глубже мухи, у которой рога Давай Не валяй дурака, жизнь это река И она так... Какая она? И она так... Хоротка? Короче, тарака, на-на-на, у которого рука Будь шустрее суррогата Потеря не велика, не валяй дурака Жизнь это река И она так глубока Глубже кабана, глубже мухи, у которой рога Ай, как же ты мне дорога Мне не завидует никто Никогда ни за что Потому что у меня есть Ничего Мне не завидует никто Никогда ни за что Потому что у меня есть Банк предлагает открывать новые карты Людям не хватает места, они покупают харты Рождаются поэты, ученые барты Школы закупают новые стулья и парты ЖИМ играют в очень азартные карты Женщины стали феврали, а мужчины марты Иду на кампус, потерял компас Обнимал гактуз, изучал космос Танцует и пляшет, дурак и валяшка Снова себе обещая, последняя затяжка Кому-то с кем-то, а мне с собой тяжко Но пока вывозит моя убежка Мне не завидует никто Никогда ни за что Потому что у меня есть Ничего Мне не завидует никто Никогда ни за что Потому что у меня есть Ничего Что? Ничего Что? Ничего Что? Ничего Люди воруют у людей В мире столько хорошего, миллионы хороших идей Но люди воруют у людей Одно и то же в тарелках, но у соседа кажется вкусней Люди воруют у людей Этот тоннель бесконечен, но в конце вроде посветлей Мне говорят, я дурак, а ты не валял Но меня все так же манят просторы поля Знаю, где лежит клад, но я на него клал Именно поэтому я ничего не терял Мне не завидует никто, никогда ни за что Потому что у меня есть ничего Мне не завидует никто, никогда ни за что Потому что у меня есть ничего Да, это конец, да? О, как! Это было задумано, скажи, Паша Огонь Широка Широка, конечно Так, слушайте, давайте тогда подвяжемся Подвяжемся к сказанному про бабки У меня нет ничего и прочее, прочее Да, без проблем Шоу-бизнес сперва для вас, парни Иван, я знаю, что у тебя нет микрофона, ты тоже можешь хотя бы кивнуть Для тебя сначала бизнес, Сереж, либо все-таки шоу Ты вот как себя в этом ощущаешь? Так, еще раз поконкретнее шоу Я понял, про бабки ты вопросов стесняешься Давай еще раз, смотри Шоу-бизнес, либо сначала бизнес, либо шоу То есть что для тебя, некоторые бывают прям творческие люди Творчество разит творчество, лишь бы все было классно, качественно Для других это калькулятор, ты как в этом себя ощущаешь? Как можно стесняться того, чего нет Я ощущаю себя в этом В том образе, который я себя пытаюсь создать Не прилагая к этому усилий Я чувствую себя в этом абсолютно органично То есть мы У нас есть тоже какое-то свое понимание Что хорошо, что плохо С кем бы мне хотелось петь, с кем не пелось У меня есть на ютубе проект, где я делаю писенки за 5 минут Этого альтер-эго зовут Это альтер-эго называется Плохо спал Плохо спал Есть у меня такой человек Смутненько, да Я там делаю треки за 5 минут И там достаточно хороший просмотр Нам ютубчик кнопку прислал У нас все там здорово Но я просто выложил эти видео Просто потому, что они веселые И мне самому весело это То есть там можно было бы хорошие деньги поднимать Лучше, чем сейчас они приходят Можно было бы стараться Но из-за того, что Ну нет у меня такой цели Что-то внезапно хайпануть Я бы мог эти треки делать Они бы залетали в радио Можно говорить якобы да кабы Но оно же залетает и само по себе Даже я не прилагаю к этому усилия Это, наверное, самый главный фактор На который можно посмотреть И понять, что при желании Можно было бы, наверное, больше усилий приложить Сонграйтерством заниматься Писать песни другим людям Столько запросов Особенно после этого ютубчика Ужасно много Напиши песню А что-то так Да мог бы свой продакшен вообще открыть Да, конечно Можно заниматься без проблем Тем более в наше время Когда у кого есть просто рот и компьютер Значит он певец сразу же, да? Как ты меня ловко покрестил Певцы А если у меня есть два компьютера То вообще получается, да? Еще и композитор Это уже продюсерская Рот один Это продюсерская история Да Один? Ладно Я считаю, что... Хорошо, молодец, продолжай Я считаю, что... Короче, я не хочу заниматься тем, что мне не нравится Зачем не писать кому-то песни Сереж, Сереж, а что ты хочешь? Вот скажи Вот смотри Здесь же не о тебе одном Вот если я вот так загородился сейчас Мы с тобой бы разговаривали Но здесь еще три человека Вот там от тебя, так понимаю, люди тоже зависят финансово А еще, я еще не касался этой темы Я так понимаю, родственники, семья там прочее Конечно Ну ты же всем должен Как настоящий мужик Настоящий мужик всем должен, понимаешь? И это не заканчивается никогда Как с этим быть? Без проблем Об этом разговоры ведутся Но сейчас мы должны сами себе То есть мы на эти деньги живем Да, мы выступаем Да, мы получаем с этого какие-то деньги У нас есть возможность жить Что-то покупать Как-то студию там строить Заниматься своими делами Так Хочется, естественно, большего Но в этой степени я больше такой чувак Который не будет брать на себя полную ответственность А мы как общий организм, общий коллектив Вместе думаем, размышляем И вместе понимаем, что если мы все будем делать и стараться То нам же придет больше всего А проблем между какой-то дележкой Еще пока что, слава богу, никаких проблем не возникало Вот с парнями мы душа в душу Замечательно живем Всем всего хватает Ты сейчас показал на двоих, да? То есть Иван все-таки бывает Он был в той степени, я показал в обе стороны Ааа Ваня у нас, он недавно в группе А так вот почему, Иван, у тебя нет микрофонов Да, народ А ты понимаешь, человек служит Там понятие о ведущине есть Поэтому ты Давай-давай, салага Спасибо, Сергей, за знакомство с армией на стороне фондах Он недавно к нам присоединился, мы тебя поздравим с посвящением, вот тебе первый радиоэфир, ты молодец Мы аплодируем тебе, Иван, красавец Слушайте Девочки клюют Серьезно? Да, ну это же этот, как его, сумерек этот Опять забыл Ты хочешь меня проверить, смотрел, я не знаю, о ком ты говоришь Ладно, продолжаю Смотри, Сереж Ты упомянул продюсерские центры продюсерства, продюсеров в негативном ключе Конечно Но при этом ты сам сейчас сказал, что мы хотим заниматься творчеством, мы не хотим там распыляться А не легче ли надять специально обученных людей, профессионалов в этом деле И полностью делегировать себя все, что касается бизнеса Они, мол, знают, что делают, они меня правильно ведут Ну, а по творчеству мы здесь сами Разве не легче пойти этой дорогой? Я пытался идти этой дорогой несколько раз У нас слишком много, к сожалению, находятся мелких подразделений, в которых нужно разбираться и понимать, понимает ли кто-то вообще что-то Так То есть наша команда собралась не чисто пассивная, я пою, они подпиликивают Паша делает кучу дел, другой Паша делает кучу дел, там даже малой, что-то вникает в записи, с нами помогает У нас есть Леша Малой Да, так мы его окрестили и до сих пор так называем Это речь про Ивана, чтобы вы понимали Это Сын полка Это Любя Да, да, дедовщина продолжается Минута дедовщины на стороне ФМ То есть в целом я считаю, что у меня складывается все А про себя лично говорю У меня складывается все более-менее хорошо, потому что я нашел людей, с которыми мы немало съели пирожков различных И мы в принципе справляемся сами с этими задачами То есть мы распределили какие-то обязанности между собой То есть по сути это такой модернизированный сам по себе продюсерский центр, который живет сам своей жизнью То есть мы не просто чуваки, которые напишите нам песню, продвиньте нас там Ну-ка поставьте на радио нашу песню, а можно в телек, а туда То есть мы сами спокойно живем, у нас есть какие-то связи, где нам нужно, мы берем свое Мы собираем концерты, мы неплохо с них зарабатываем, мы продаем песни в интернете, все замечательно Дальше лучше, а каждый знает свое дело То есть естественно, если ты артист, который... Ну вот, я не знаю, куда идти, я не знаю, что писать Мы уже сколько нам лет, мы достаточно уже старые для этого на самом деле, чтобы пытаться что-то искать и думать Старые не в смысле старые, понимаешь, да Мы просто как бы ребятки, которые уже знали, видали, пробовали, с разными людьми общались и с продюсерскими, и нет Мы решили, что так проще Короче, это вообще мечта Сереж, ясно Смотри, здесь есть тоже у нас дедовщина на стороне ФМ Внимание, генерал реклама, поехали Здравия желаю Сергей Драгни, Драгни-бэнд, можно так говорить, да? Нет, только не бэнд Группа Драгни Группа Драгни Давай вот, я знаю, что все замучились этим вопросом, но все-таки что это значит? Я же тоже хочу понять Да, очень много, я знаю, что от этого вопроса никогда не открещусь, но как бы это просто моя фамилия И все Потому что ты же понимаешь, что есть какой-то ассоциативный ряд с иностранным словом Драг Да, ой, там столько ассоциаций Да, сразу начинаются, да? Разных, да Слушайте, заканчивая вопрос по поводу бабла, я понял, что все, вы сплотились, вы единым монолитом двигаетесь, вам не нужен никакой продюсер и прочее Но когда Сережа за эфиром представлял, он сказал, а это еще бывшая в кавер-группе, я правильно понял? Кавер было слово Да, 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 абсолютно То есть нет-нет, да и скоро Новый год, я так понимаю, да, у всех? Или вы все, открестились от всех этих корпоративных дел, то есть таким способом вы больше бабки не зарабатываете? Я сейчас скажу, потом ты сам расскажешь Пашка, он был в другой группе, который пел авторские песни, а из той кавер-группы, которая была, ну это не суперинтересно, просто много ребят отвалилось, остался у нас вот Пашка, который на гитаре, он еще из той кавер-группы И один из громил вот этих, он там завал и пел, да Вот, ребят, сейчас была реклама, сейчас заходили люди очень серьезные, сказали, как работать с микрофоном правильно и ушли Сделали свое дело и ушли, мы передаем вам привет, если это изменит как-то нашу судьбу в лучшую сторону И для вас, чтобы вы тоже подобрели, прозвучит следующая песня, которую никогда вы не услышите на корпоративе, какая она будет? А я вот думаю, сладенькую пластиночку? Для них только сладенькую Только? Да, только пластиночку Для этих амбалов только сладенькую, поехали Тусклый свет от гирлянд Освещает наш дом Ты не знала, что сейчас Я не знал, что потом Вновь не гаснет окно Спят давно этажи Сладко пахнет вино И пластинка И пластинка Кружит Эта пластинка играет для нас с тобой Слышишь, ветер уносит тучи с собой В закат золотой Брось ты ругаться на меня Я еще молодой Я хочу жить так, как хочу А я хочу с тобой А я хочу с тобой А я хочу с тобой Эта пластинка играет для нас с тобой Слышишь, ветер уносит тучи с собой Слышишь, ветер уносит тучи с собой В закат золотой Брось ты ругаться на меня Я еще молодой Я хочу жить так, как хочу А я хочу с тобой Песни ржавых петель О том, что снова зима В ночь опять полетел Уголек из окна Бьются шторы лучи Нас хотят разбудить Мы с тобой умолчим А пластинка кружит Эта пластинка играет для нас с тобой Слышишь, ветер уносит тучи с собой В закат золотой Брось ты ругаться на меня Я еще молодой Я хочу жить так, как хочу А я хочу с тобой Эта пластинка играет для нас с тобой Слышишь, ветер уносит тучи с собой В закат золотой Брось ты ругаться на меня Я еще молодой Я хочу жить так, как хочу А я хочу с тобой Такая Я надеюсь, парни в предбаннике подобрели И о чем нам теперь, ребят, после такой песни Можно поговорить как не о женщинах Как не о девушках Я тебя люблю Вот, Сергей, я знал, что ты меня поддержишь Поэтому, ребят, я вижу Павел, у тебя, да, кольцо Да, молодое с кольцом Вы просто послушайте, ладно Не обязательно присоединяться Либо, если вы хотите присоединиться к этой беседе Дома разбирайтесь сами Ну вот, мы здесь вам не поможем Парни, Паша, ты с нами? Естественно Красавчик ты мой! У тебя же написано «Любовь» В конце концов На груди Скажите, ну чего, как девчонки Популярность Торжество выбора и многообразия Как все это устроено в вашей жизни? Девчонки Популярность Торжество выбора и многообразия Так Сереж, я усложню тебе задачу Я же тоже прочитал Про тебя пишут, мол, ты влюбчивый То есть по 40 раз на дню Но прямая цитата твоя же В любви смысле, да А ты что подумал? Не, ну в тебя тысячи, это понятно Это другое соотношение Но ты хочешь, чтобы тебя Цитирую, тебя же Ошпарило Просто ошпарило конкретно Раз и навсегда Так ли это? Или ты так вот просто цену себе набиваешь? Нет, почему была такая история Просто это опять же цитата из песни Которая была написана там года в 22 Была такая история Что я достаточно легко к этому относился Но легко не в плохом смысле Я бы хотел, чтобы люди на самом деле Проще к этому всему относились Я не говорю именно про Привет, пойдем А просто, чтобы они не парились из-за этого И не старались Искать людей Ой, я не люблю сейчас лечить начну Короче, нужно относиться Мне нравится, что ты говоришь Давай, давай Конечно Ну, чтобы они старались относиться Как-то к этому Ну, проще Если ты взял человека И ты его принимаешь в свою жизнь Значит, ты посмотри внимательно Перед тем, как его принять Какой он есть А ты сначала его берешь А потом Сейчас я буду его переделывать Надо вот так Надо сяк Мне вот так все не нравится Ты посмотри, какой я есть Полюбуйся Внимательно посмотри В разных ситуациях Веселый, грустный, трезвый Пьяный Я не знаю Каким бы только ни С парнями без парней С парнями без парней С друзьями без друзей И так далее В компании Посмотри Если тебе все устраивает Давай Вот такое у меня сейчас положение Дело в голове обстоит А раньше я думал, что Любовь Вот когда-то наступит день Придет та девушка Я считаю, что я уже ошпарился Но это была такая комфорочка В полсилы на единичку стояла И это было приятно И то потом форточку открыли Вот этим ветерком Все задуло И все И ты газик-то и перекрыл На всякий случай Правильно? Что-то досталось Что-то досталось И есть впечатление Это все поливается в музыку То есть мне кажется Иногда, что я вообще сумасшедший Что я специально могу Загнать себя С девушкой Встретиться Я понимаю, что будет потом плохо Что мне с ней что-то не нравится Но я специально себя загоню В эту историю Специально, чтобы потом Про это пострадать И написать песню И сесть Тусклый свет от гирлянты Вспоминать, как мы с ней лежали Под Новый год Под этими гирлянами Это называется дурак Это ненормальные люди Которые Как бы себя специально Провоцируют на ощущения Наверное, это ненормально Для людей Сереж, Сереж Если бы я хотел Отрекламироваться Перед туром По пол России Да, ты пол страны Объедешь сейчас Я так понимаю Я бы сказал, друзья Именно эти слова Про гирлянды Перед Новым годом А еще я страдаю А еще я влюбчивый Ты все правильно делаешь Понимаешь? И в каждом новом городе Все это повторяй обязательно Прямо вот со сцены Паш, извини, что мы тебя обошли вниманием Пожалуйста Паш, что скажет любовь на это? Все-таки на твоей груди Это написано Я амбассадора любви на этой планете Красавец! Слушай, так Есть что добавить к этому? Да, тут как бы без слов все понятно Тем более тебя так и не переключили Из колодца В принципе все И кому хочется любви Полезайте к Павлу в колодец А можно воспользоваться возможностью Паша, между прочим, самый старший Павел Да Вы хотите крутить барабаны И огурцы принесли? Какой возможности вы хотите? Так, Павел, пожалуйста Какой возможности, Сергей? Мне не самое интересное Просто посмотрите на него И забирайте, пожалуйста Я уже устал Так, ладно Не могу же я Берет Опойти вниманием вот этих людей Которые уже вляпались Да им поздно уже Паш, а вот как вообще Взаимодействовать вот с ребятами? Вы про труд Вы про то, что вот Заработать деньгу Принести в семью там Вот эти все разговоры там А вот чуваки же Я понимаю, как проходят гастроли Чего вы мне рассказываете, да? Вот тяжело как Лечить их вообще Либо они там вас Да что? Да ладно Да сними кольцо Да мыло вот на так легче Бывает такое? Нет У нас взаимопонимание По этому вопросу Красавец, молодец Уважаем Жена смотрит Молодец, правильно Уважаем друг друга Паш, держи до конца эту линию Молодец, давай споем Я тебя избавлю от этой Двусторонней какой-то ситуации Это правда Паш, все, красавец Тебя, я не спрашиваю Мне сказали Тебя еще нельзя спрашивать, Вань Ты еще У тебя даже микрофона нет Будем что-то петь, да? Без проблем С радостью Для девчонок, для всех Минус на минус, плюс Я клянусь Погнали Минус на минус, плюс Я клянусь Мы с тобой идеальная пара Ты любишь радость Я люблю грусть Значит, зачем-то так надо Минус на минус, плюс На всю жизнь Не потушить нам пожара Ведь от судьбы не убежишь Ты сама так сказала Ты любишь черное, я белое Я трус, ты смелая Я слишком опытен в любви Ты слишком неумелая Ведь мы не гордые Но первый шаг не делаем Почему ответ прост? Ты любишь черное, я белое Мои глаза зеленые Увы, не карие Поверь, я тоже человек Хоть и не бывал в Италии Я не нормальный псих Но зато я помню точно Ты любишь шопинг-гольф Клубничный А я молочный Ты любишь черное Я белое, я трус, ты смелая Я постоянно позади И ты постоянно первая Я через чур себя жалею Ты не можешь служить Я все могу сломать Но и ты умеешь рушить Ты хорошо воспитана А я какой-то трудный Мои друзья бандиты Твои подруги куклы Мне нравится на севере Ты хочешь жить на юге Мой брат мешает жить Твоей лучшей подруге Чтобы меня разлюбить Чтоб я казался гадким Ты на листке писала все мои недостатки А я люблю в тебе все Губы, глаза, ресницы И даже твои странные неровные мизинцы Минус на минус, плюс Я клянусь Мы с тобой идеальная пара Ты любишь радость Я люблю грусть Значит зачем-то так надо Минус на минус, плюс На всю жизнь Мне потушить на пожар Ведь от судьбы не убежишь Я пламя Ты вода Ты однолюбка Я бабник Там, где всегда вода Ты океан Я титаник Ты любишь прямо все А я безнадежный романтик Я тоже человек Хоть ты не бывал на Мальте Я не ценю доброты Ты не ценишь заботу Я остался в России Ты уехала в Европу Ты живешь в надежности А я живу в риске Я люблю искусство Ты любишь английский Не выйдет ничего Что ж, мне даже не жаль Вряд ли другой будет любить Ходить с тобой в Литуаль Я мечтаю о сыне Ты о журнальной обложке Но в мире могут жить Даже собака с кошкой Может и глупо начинать Все сотый раз сначала Но я всегда буду рядом У твоего причала Я учился не очень Ни алгебру Не люблю Но Валентина Григорьевна сказала Что минус на минус плюс Элементарная математика Эй, минус на минус плюс Я клянусь Мы с тобой идеальная пара Ты любишь радость Я люблю грусть Значит зачем-то так надо Минус на минус плюс На всю жизнь Не потушить нам пожара Ведь от судьбы Не убежишь Ты сама так сказала Оно пылает пламенем Неугасным Так сильно Будто облита Тысячи миллилитров керосина Да, было Я признаю это Им наплевать Мне мои воспоминания В прошлом Где-то во тьме Минус на минус плюс Я клянусь Мы с тобой идеальная пара Ты любишь радость Я люблю грусть Я люблю грусть Значит зачем-то так надо Минус на минус плюс Она из Ханты-Мансийского Нового круга Город Радужный Из шестой школы Валентина Григорьевна Настоящая прекрасная женщина И она до сих пор преподает По-моему она уехала из города Не знаю конкретно чем она занимается Но оттуда давно Но рано или поздно нужно уезжать Но привет ты К этому мы сейчас перейдем Но привет ты передал ей капитальный Через песню Она еще не откликнулась Нет? Я не удивлюсь Если она из школы уехала Если ее замучили на уроках постоянно Валентина Григорьевна На минус на минус все А вот так проходит Проходило у вас обучение Мне постоянно это рассказывали И учителя и все То есть это постоянно происходило И она просто стала знаменитостью У нас в школе Так ладно А те у кого она была Классным руководителем Это все Это крутые ребята Слушай К этому мы сейчас вернемся Обязательно К северу К России Не можем же мы не выехать за МКАД Смотри Второй вопрос Литуаль Альпенгольд Вот видишь Мне сейчас два раза не заплатили денег За то что я это произнес А вы в песне это поете В каждом городе И в каждой весе Вам то за это заплатили Или это бесплатная реклама Шоколада и магазинов Не пойми чего Мне мужчине так Мы не гонимся За рекламными интеграциями Давай все понятно Сереж Заплатили Нет ну давай по чесноку Правда нет Это еще толпа людей Кричат вот так вот Альпенгольд малышей Так Если ты еще раз крикнешь Меня уже попросят денег Руководство понимаешь Давай это в последний раз Когда мы упомянули бесплатно Такая ты шоколадка Нет у нас много на самом деле У меня какая-то манька Мания Как это правильно назвать Манька 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 Это одна из последних у тебя Манька Ты так сказал Манька Да За манку надо Я часто использую Почему-то какие-то Бренды Бренды Менды Все вот эти вот истории Я не знаю почему Даже в новом альбоме Это одна из таких Главных драйвовых песен Там тоже используется бренд Неважно какой Но он есть Я не могу от этого избавиться Ты скажи парням в прихожей Которые остались Что это можно монетизировать Реально легко вообще Да мы к этому долго шли Но мы пока что Короче Мне кажется Все под контролем У этих ребят Я даже не хотел бы об этом думать Вот я придумал Я не хочу думать Я их видел Два раза в жизни Я больше не хочу о них думать Скажи пожалуйста Последний вопрос По степени важности Как я и обещал Третий Про кого это песня То есть ты кого-то выстрадал А ребятам пришло Все эти розовые сопли Пережить Ты скажи Про кого это Это все основа на реальных событиях Что Валентина Георина настоящая Что девочка Это святая Мы ее не будем никак трогать Все мы ее упомянули Она прекрасна Да А вот теперь про ту самую Есть девочка Там все Во многом в моих песнях Все на самом деле по правде Типа Вот она уехала в Европу И там Это Аня Резниченко Привет Аня Аня Резниченко Вряд ли она в Чехии Это увидим Может в записи она увидит Она правда уехала учиться в Чехию Она любила такой шоколад Я такой Она учила английский А я там Это все на самом деле Так максимально Что там даже цвета Она правда там любила Такой цвет Я люблю такой Ты правда любил эту девушку Да В 15 лет Ну конечно Ты готов был умереть Я представлю 15 лет это вообще Да что ты Ты готов чтобы все они бы умерли Если что Если надо Понимаешь Лишь Банечка со мной была Да Да Слушай Ну а еще соответственно Есть девушки Которыми вдохновлялась Твоя творчество Про которых ты пел Потому что ну все же Песня так или иначе Про любовь Есть конечно Ксюшечка у меня есть Я так ее любил И люблю до сих пор Она такая прекрасная женщина Но мы к сожалению разошлись Так В плане как люди которые Ну короче Мне не страшно говорить О этих личных вещах Именно адреса Пожалуйста Плевать Но она вдохновила На замечательные песни На пластинку Которая вот эта песня Сейчас еще снимки Есть песни замечательные Куча-куча прекрасных песен Я от этих девушек получаю И по крайней мере Хотя бы за это Я им благодарен безу Письма до сих пор Как? Ты сказал песни Песни Они меня вдохновляют На многие песни И за это уже благодарен А кстати Насчет моей дислексии И плохого слуха Песни, письма А из армии Тебя кто-нибудь ждал? Да мамка ждала Я когда в армию ушел Я понял что Вот я пропал Как из жизни И все И как бы Мир живет без тебя прекрасно А ты согласен Такой индикатор Сразу понятно Кому ты нужен Кому ты не нужен Кому интересен И прочее Да это абсолютно Есть люди которые дружили со мной Там со двора Я им звонил Хочу сгущенки На сигарет не хватает Дайте денег Они мне высылали Как-то что-то помогали Так Просто звонили Поддерживали как-то Но те люди которые там Не держали со мной Огромную связь Типа Я не говорю что это все А эти люди Они все Отсекаются Их в жизни Моей нет Да Паш Красавец Павел Можешь ничего не говорить То есть Это было необязательно И у меня много Хороших приятелей Уходило в армию И я с ними не держал Конкретной связи Но были и те люди Которые там Брат я за тебя Все Рубаху рвали Вот это вот все Сталина показывали А это замечательная вещь В некоторой степени И так-то это конечно Во многом Бестолковая штука Но вот эта бестолковость Воспитывает Немножко адекватности разума Критерии адекватности разума Понятно А с парнями Общаешься с кем служил вообще? А мы держали хорошую связь У нас было Несколько сослуживцев Они приезжали ко мне На день рождения Я в Питере на тот момент жил Мы вместе праздновали Веселились И типа это было Это было круто Но чем дальше от этого От дембеля тем Соответственно Ну давай тогда Чтобы армейских друзей Тоже не забывать Да что-нибудь Иван, ты согласен со мной? Это что-нибудь сладенькое Для армейских друзей Можно? Что такое чтобы? О чем в Каптерке поют? В Каптерке Пел я Прапорщику Пока все Работали Вот Давай восстановим справедливость Представь меня Я как раз Побрит как надо Давай Как будто бы я Товарищ Прапорщик Вместо ПХД Я приготовил для вас песню Которая называется Костер Можно Машина времени Можно, пожалуйста Пробуем? Да Берег свой на чужие волны Сожги меня на костре Танцуй Пока у горит И краев полный Колода мечная Не тазуй Берег свой на чужие волны Сожги меня на костре Танцуй Пока у горит И краев полный Сегодня ангел мой А завтра курва А ты все та же Просто сбросила шкуру Просто наброски той истерики Что скоро будет Сегодня шторм Завтра тишина И снова буря А в кобуре пусто Точно так же в обойме Нечем меня убить Тогда просто о прошлом Спой мне Давай Я вытащил уши с бахом Сегодня я тебя люблю Или Ты берег свой понимаешь Но волны не те На шею мне не лезть Сгоришь Ведь я на костре Довольно Мы и так наломали костей Я уставился в землю Пока закат и стрел Достали люди те Что вечно у нас на хвосте Ну что стоишь Принимай Давай Своих костей Я так привык К уходу Из-под ног Материи Но откуда Я это чувствую Что свой берег Берег свой на чужие волны Сожги меня на костре Танцуй Бокал горя до краев полный Колода мечная не тазуй Берег свой на чужие волны Сожги меня на костре Танцуй Бокал горя до краев полный В7, В7, Г7 Все мимо А я ранен А один Самый крайний Мне неприятно Даже знаешь Как ты, Галима Что нормальным Кнут А идиотом Пряник А ты меня всегда считала Ненормальным Так ведь Всегда считала Идиотом Тогда где пряник Ты больше была рада Обновлением Вконтакте Чем моим подарком И всему, что было с нами Ты девка переменной Облачности Ни рыбы Ни мяса Ни овощи Ни фрукт Плевать, как это на вкус Главное стиль Смотри, не съешь фантик Он невкусный Я не вру Мне в гору Как-то проще В разуме трезвом Пусть все было под уклоном И как-то криво я знал Что в середине колоды Дама-черви с тобой Я когда-то летал И на этом спасибо Берег свой На чужие волны Сожги меня На костре И танцуй Пока угоря Ты краев полный Колода мечная Не тасуй Берег свой На чужие волны Сожги меня На костре И танцуй Пока угоря Ты краев полный Берег свой На чужие волны Сожги меня На костре И танцуй Пока угоря Ты краев полный Берег свой На чужие волны Сожги меня На костре И танцуй Пока угоря Ты краев полный Колода меченая Не тасуй Парни Передохните Для ваших Жармейских друзей Реклама Студия 89,9 Концертный зал Группа Драгни И Сережа Вот сейчас Горло решил промочить Правильно-правильно Давай уже Еще же одну песню петь В конце концов Мы правда еще не решили Для кого Но мы обязательно Мы уже всех вспомнили Мы вспомнили всех женщин Мы вспомнили Валентину Григорьевну Само собой Ту женщину Которая слава богу Научила Сережу Считать деньги Прежде всего И много чего еще считать Поэтому давайте обратимся Уже к корням К истокам В самом начале Нашего разговора Прозвучала у тебя фраза По поводу родного города В Ханты-Мансийском Автономном округе Как он называется Напомню Радужный Радужный Вот эти страшные названия Крайного Севера Радужный Там вечная мерзлота Там лето Две недели Когда у тебя обычно Работы больше всего Вот это про это Правильно? И ты сказал Я туда И видел кстати в инстаграме Тоже у тебя пост С такими словами Что я оттуда уехал Родину Но вряд ли Когда-нибудь туда вернусь Может быть и было Что-то подобное Потому что Такая мысль В принципе мне Свойственна То есть А куда туда возвращаться? У меня уехали оттуда родители Там мало места Мало простора Что там делать? Это такой разговор То есть Я с радостью приезжаю Вижу с друзьями Гуляю по тем местам Где я гулял Это такое Будка прошлого Ты туда залетаешь Набираешься энергии И выезжаешь Мы ездили выступать туда Выступали там На день города Или молодежи И прекрасно встретили И правда Многие люди Уже нас Даже не знают кто Я все только знают песню Я там написал песню Про родной город Она там разошлась Ну всякая Банальная стандартная история Но молодежь как-то не знала Даже много Большая часть А некоторые люди знали И приняли хорошо И это замечательно Городок маленький Там Да Он был поселком Долгое время Ему 30 Он по-моему Тровесник Мой да То есть Он стал Седьмой Я восьмой Он в седьмом году Стал Или в шестом Городом Население 1047 Я к чему веду Но это большая услуга Господи Я уже заговорил Заслуга И большая услуга Тебе перед самим собой Что ты оттуда уехал То есть Уехать из такого Приехать Давать концерты по стране Это дорогого стоит Грустно туда возвращаться Ты молодец Ребята Просто там сидят И у них в глазах Пустовато У многих Ну да Это печально Они там вот остались И живут И что-то И кого-то нашли И чем-то занимаются Никого не хочу обидеть Кто смотрит Но это грустно наблюдать Ну да У тебя родители Соответственно По распределению В советское время В другой стране Туда были отправлены Нет у меня вообще Такая национальность есть Гагауз Я гагауз Моя мама Гагаузка Там в поколениях Папа Гагауз в поколениях Это За Балканами Как я полагаю Это вот где Молдавия Румыния Часть живет Там в Греции Есть большая Каста гагаузов Есть в Молдавии Мои родители жили Вот в Молдавии Именно в республике Гагаузия То есть Не другая культура Другой язык На кого ты похож? Ну точно На гагауза Естественно Я еще думаю Спросить не спросить Да Язык разный Культура разная Они там были И они просто Там тоже делать нечего Как в принципе Для меня стало в радужном Для них нечего делать Было там В этом селе В селах Они уехали на север Но прикол в том Что они познакомились На севере Друг с другом Они не знали До этого друг друга Уехали из Гагаузии Познакомились здесь Два месяца Пообщались И решили Свадьбу делать Вот видишь Как наши родители Воспитывались Они два месяца Пообщались И решили свадьбу делать И тебя Сережа Да и живут уже Тридцать с чем-то А ты два месяца Пообщался И решил песню написать И дальше к новой Другие времена Другие нравы Мой хороший А вы откуда парни? Есть Тамбов Тамбов Красавец Шестьдесят восьмой регион Так точно Видишь я подкованный А ты откуда пошел? Я из Воронежа А Воронеж я забыл Я в Сочи езжу Через Воронеж Я забыл Мне кажется все едут куда-то Тридцать шесть Тридцать шесть Мне подсказывают Тридцать шесть Вань у тебя Я в Москве А я так и понял Молодой местный Слушайте Ну вы красавцы Вы пробились Вы приехали Это вот в отличие от нас Которые пооставались Ну что Может быть Может быть и песню тогда посвятим Вашим родинам Прям подходит Такая вот на этих снимках Все И Ивану Повидлову тоже Ивану Повидлову Конечно Зачем Зачем все Зачем Росникову Кому это надо Иван Повидлов Пожалуйста Для тебя песня Как называется Снимки Называется снимки Все те песни Которые были сегодня Все те песни Которые будут в новом альбоме Обязательно можно услышать У нас на концерте Двенадцатого числа Ребятки приходите Москва холл Мы всегда будем вам рады Мы после песни еще раз Пройдемся по всему Для закрепления С радостью еще раз Вот Давай сначала песню Потом напоминалка Давай На этих снимках все Что быть могло И все что позади Все то что отзывается в груди Состав ушел Но я бегу за ним Огромный дом В котором я один Твои глаза Напротив Не пройти И шторм разбивший Лед давно Утих Я был безумно Глуп и просто Слеп Зачем мне мир В котором Тебя Нет смысла Нет сил И все что было до Простые числа Нет смысла Нет сил Я лечу над землей Но очень низко На этих снимках все Что быть могло И все что позади Попробуй из них что-то укради Я стал совсем другой А ты все та Мой город Заполняет пустота И тихо Растворяется Внутри Огромный дом В котором я один В моей груди Остался Алый след Зачем мне мир В котором Тебя Нет смысла Нет сил И все что было до Простые числа Нет смысла Нет сил Я лечу над землей Я лечу над землей Нет смысла Нет сил И все что было до Простые числа Нет смысла Нет сил Я лечу над землей Но очень низко Бас-гитара Иван Гитара Павел Шейкер-барабан Павел И мы Группа Драгни Спасибо Что позвали Нас Но это не все Ты красиво это очень сделал Ты как-нибудь на квартирнике Знаешь вот Обычно люди Когда уже подходят К олимпийскому К лужникам А потом наоборот Уже в квартирничке Вот эти вот 40 человек По 3 миллиона рублей билет Вот так и будешь говорить Запомни Запомни как это делается Паш Когда ты начал Первые аккорды играть Я подумал что Стинг приехал Честно говоря Вот эти вот первые Дезерт Ролл Что-то вспомнил Что-то такое Парни Вот сейчас как раз И надо сказать Где же вас ждать Что смотреть Почем все это удовольствие Давайте В реале В виртуале Погнали Сереж Нас состоит за концерт 12 октября В Москве Это уже скоро Да В субботу В Москве Клуб называется Москва Холл Билеты Доступные Кончаются И они кончаются Да Такие песни Другие песни 12 число Купи скажи Где билеты Билет продается На сайте Dragnetour.ru Прямо там Английскими буковками Dragnetour.ru Красавец А потом Соответственно Потом все Расписание всех концертов В инстаграм У тебя можно посмотреть В сторис я видел Правильно В инстаграме Есть все Скажи что за инстаграм Давай Какой Инстаграм называется Также Dragnetour.ru Нижнее подчеркивание Драгни Нижнее подчеркивание Сергей Как будто бы Драгни Не удалился Не удалился Не мог да Сделать для группы Один нормально Нет Себя оставил На всякий случай Так было давным-давно Так понятно Альбом когда ждать Альбом Не хотелось бы обещать Конкретной даты К концу месяца Мы постараемся Это все свести То есть все записано Все в порядке Я думаю еще недели Три-четыре Но пять Может быть Второй Сереж Да уже Ну Цельный да Цельный именно Это будет второй альбом Есть сборники старых песен Грейтест хитс Вот этот вот твой Ну да Крип И все вот эти Легенды русского рода Красавец Так Значит альбом будет Клип Клип мы увидим Да Там готовятся Хорошие клипы На песни из альбома Которые Ну у нас планировался Клип раньше альбома Но вышло так Что Вышло так Будут клипы Будут песни Будут концерты И в Москве Это не последний концерт Будут еще акустические концерты В тоннах Губишь нас Тонна Постоянно делаем акустики Концерты в других городах Ну концерты да ладно Я просто хотел бы сказать Чтобы вы слушали хорошую музыку И немножко фильтровали Свой музыкальный вкус И приоритеты расставляли в этом Хорошая музыка Она нужна Не обязательно наша Друзья мои Драгни Группа Драгни Выступила сегодня Музыкальным ситом Через которое прошли ваши уши Я надеюсь Осталось столько хороших Ребят спасибо Приходите еще и вам творчески Успех Спасибо большое Ура Но пасаран Студия 89,9 Концертный зал